Добрый день, всем с вами TheNox, дамы и господа, и мы начинаем прохождение не просто XCOM and Unown, а мода к нему. Я решил полазить по интернету и наткнулся на интересный англоязычный сайт, на котором томилась куча модов, которые я еще не изведал, но я о них внимательно прочитал, причем читал я всю ночь, специально для вас, я читал обо всех модах. И из всех модов выделил только три. Это UFO Balance, мод Second Wave и мод Warspace Extension. Первые два мода были скреплены воедино, как и последние два мод, то есть Warspace Extension содержит в себе Second Wave. Я позже объясню, что это значит, что значит эти моды. Вот, но UFO Balance, он в общем-то был довольно слабеньким, то есть не то, что Warspace Extension, он содержал в себе некоторые исправления самого Warspace, да, может быть и новый добавлял. Вот, но Warspace Extension это самая большая модификация к этой игре, выпущенная неофициальными источниками, то есть фанатами, к примеру, да. Вот, и она содержит в себе модификацию вторая волна, причем вторая волна, как ни странно, переведена. Вот, ну да ладно. Начнем играть. Чтобы активировать модификацию вторая волна, нужно пройти, по-моему, на невозможном уровне сложности игру. Либо скачать модификацию вторая волна и заменить профиль, который находится по адресу, там, users, documents, mygames, вот, ну так далее, вы поняли. Вот, сейчас мы начнем смотреть особенности модификации вторая волна. Итак, что у нас тут есть? У нас тут дофига разных обилочек, которые мы можем включить. Смотрим. Русская рулетка. Надо ли ее нам включать? Это урон, который наносит оружие, варьируется в большом диапазоне. То есть до этого он варьируется маленьком, а в большом это значит, что там может нанести один урона, да, может шесть. То есть такой полный рэндом, как, собственно, был в первом экскоме. Согласен. Дальше. Новая экономика. Уровень финансирования членов совета определяется случайным образом. Ну, это, наверное, неплохо, неплохо. Давайте поиграем, почему бы и нет. Все люди разные. Стартовые характеристики новобранцев определяют случайным образом. Вот это тоже хорошо. Так. Скрытый потенциал. Каждый, когда боец получает повышение, его характеристики улучшаются случайным образом. Тоже берем. Раны полученные бои снижают характеристики бойца до конца операции. Неплохо. Слушайте. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Максимальный эффект. Выстрел с фланга гарантирует критическое попадание. Тоже, кстати, имеет смысл. Да, есть какая-то логика. Наша. Раскрыть тайну псионики можно только проведя допрос пришельца, наделенного этим даром. Ну, тоже неплохо. То есть, после первой захвата командира пришельцев на первой базе, которую мы будем атаковать, мы можем сразу же изучить тайну псионики с того же момента. То есть, с первой базы. Прикольно. Марафон. Для завершения игры требуется гораздо больше времени. То есть, я мечтал о том, чтобы игру, которая идет 6 месяцев, да, игровых, увеличили, например, до года. Или до больше даже. Намного. Ну, вот ее увеличили. Теперь она идет гораздо больше времени. Неплохо. Это то, что нам нужно, потому что мы не успели просмотреть те фичи. Довольно быстро ее прошли, как мне кажется. И надо начать новый цикл уже с этим модом. Потому что мод глобально изменяет стратегическую карту. Ну, как, не так уж прям, чтобы это было видно, но просто изменяет там кучу изменений. Тактическую изменяет, глобальную там, оружие, вещи разные. Вот. Ну, не суть. Сейчас мы все это увидим. Я все это не видел, поэтому буду с вами смотреть. Плачевный результат. Астронавт, который растет уровень паньки, выделяет меньше денег на проект XCOM. Да. Это, вот это логично, ребят. Вот, все, полностью согласен. Давайте так, да. Рандомные деньги и проект XCOM. Выделяет меньше, да. Высокие ставки. Наград за предотвращенное похищение определяется случайным образом. Вот это тоже интересно. Там, где вот похищают людей там в трех городах, все это определяется, чем... То есть там может быть не пять инженеров, например, а два инженера. Там не 200 долларов дается там, а 230. Ну, вы поняли. Дальше, инфляция. Каждый новый спутник обходится дороже предыдущего. Ну, как-то нелогично. Новый спутник дороже предыдущего обходится. Нет. Какая инфляция нафиг? У нас тут мировой кризис не до инфляции как-то вообще. Стремительное наступление. Инопланетение похищает людей в большем количестве городов. Вот это вот я считаю вообще нелогичной опцией, потому что тут не дается возможности послать отряды всем городам сразу. Понимаете? Только одному. И если мы выберем эту опцию, это будет невероятно просто усложнение. То есть паника произойдет в больших городах. Мы потеряем больше денег. То есть мы потеряем больше стран просто. И быстрее проиграем. Вот и все, что вот эта опция делает. Никаких плюсов нет. Так что переходим к следующей. Сверхчеловек. Псианический дар встречается крайне редко. Ну... С учетом того, что мы включили раннее раскрытие псианического дара. То есть после первой базы уже можно псианический дар заиметь. Поэтому можно вот эту вот выбрать опцию. Сверхчеловек. Потому что в баланс вот этой вот опции. Точнее вот этой, да. Усталость от войны. Уровень финансирования каждый месяц снижается. Ну, я согласен. Но... Она и так будет снижаться, когда у нас уровень паники будет расти. Поэтому эта опция, опять же, приближает конец. Запасы Лерии со временем сокращаются. Вот это вообще пипец. Это даже в первом экскоме не было. Слушай, что это такое? Хотя, может быть, и было. Я не знаю. Ну, все равно это пипец. Ну, зачем сокращать запас Лерия, которого тут и так мало добывается. Все снаряжение погибшего в бою солдата пропадает. Ну, вот это вот вообще опция. Вот я не понимаю. Это так же, как и стремительное наступление. Она сделана, как будто бы эта игра в точности напоминает первый экском. Да, но была бы от нее польза, если бы это было как первый экском. То есть, да, там, хардкорно, там, оставляются на поле боя снаряжение. Мы улетаем, даже не забираем ничего. Тогда был бы смысл, но мы бы хотя бы подбирали то снаряжение, которое в бою пропадает у солдата. С собой подбирали, как в первом экскоме же можно подбирать вещи. Класть их там на корабль и так далее. Так же и здесь. Тут же даже вещи нельзя подбирать. Какой смысл и так, как бы, тратить вещи драгоценные, которые мы подобрать-то все равно не можем. Уровень энергопотребления всех сооружений повыше. Верное отключение. Вот, ну тут можно включить, но в описании этого мода предупреждается, что данная опция увеличивает в 4 раза при включенном марафоне. Она увеличивает в 4 раза энергопотребление сооружений. С выключенным марафоном в 2 раза. Оттого я думаю, что эта опция совсем нам не нужна. Почему? Потому что мы будем строить больше электростанций, соответственно, больше загромоздим базу. Оно нам надо? Мне кажется, нет. Потому что, опять же, вот это отсылка к первой части. В первой части мы можем строить несколько баз. Тут у нас только одна база. И засорять ее электростанциями, просто потому что мы включили эту опцию, я не хочу. Так что, все. Играть, играть мы в этот раз будем на низкой сложности. Если что, я буду переключать на обычную, даже на высокую. В этом моде, в этом моде, мне рекомендовали играть на высокой или безумной, потому что эти сложности здесь понижены. То есть, ну не так, чтобы легко на них играть, просто высокая здесь сложность, это как обычная, да? Обычная это как. Низкая, соответственно, низкая, как супернизкая. А безумная это как высокая. Вот тут вот так вот как распределена. Высокая это считается классика. Вот, но она сделана вот как обычная. Но на ней сложнее стало играть, чем на обычной. Соответственно, если мы будем играть на низкой, то это так, как будто бы мы играли на обычной, в обычную игру. Давайте попробуем. Если будет совсем легко, вот в первой миссии в нашей, да, то мы потом поменяем. Все остальное включать не будем. Как вы видите, это мод вторая волна. А теперь пойдет сам мод Warspace extension. Погнали. Пропускаем заставочку. Есть только две возможности. Либо Артур Кларк жив, либо он мертв. И обе одинаково пугают. Бог. Такс. Значит, ежемесячное финансирование проекта XCOM повышается на 30%. Я вот думал, что выбрать вот это, потому что случайные величины все-таки у нас. Но я выберу... Давайте так. Я выберу Европу и спутниками покрытием, и спутниками покрою Африку. Вот так я и сделаю. Независимо от того, где будет паника, я покрою Африку спутниками. Всеми тремя. Как можно скорее, и получу вот этот вот бонус. Прирост и денег. Погнали. Франция ждет нашей помощи. Это срочно. Сейчас проверим, как бой тут заработал. Штурм-1, ответьте цену. На самой легкой сложности, заметьте. Огонь по готовности. Будьте осторожны. Так. Особой игры от меня не ожидайте, потому что сейчас я знаю, что это легкая сложность, и скорее всего будет очень легко. Я буду без какой-либо тактики действовать. Так, два. Пусть вскроет противников. Хочу посмотреть, насколько они сильны. Чем-то быстрее вскроешь, тем лучше, чувак. Давай. Три жизни. Дело в том, что я играла в... Как его... А, вот пришельцев уже, что ли? Понятно. Бафают. Дело в том, что я играл в UFO-баланс, и там у иноплантиан было две жизни. Лол, да. На легком уровне сложности две жизни было. Сейчас отстреливаю. Ну, нормально. Вижу группу противника. Да, боеготовность. И мимо. Поправка на ветер. Ничего страшного. Сейчас-то мы справимся. Но мы вскрыли, опять же, да, они до этого группой передвигались, теперь мы вскрыли, и... Ответный огонь! Какой мощный ответ на огонь. Хе, ладно. У них главное было две жизни, и эти две жизни мы всегда снимали с первого выстрела. Я подумал, что это мод какой-то странный. Смотрите, что самое интересное здесь, это контузия. Хе, хе. А что это значит? Контузия. У всех контузия почему-то инопланетян. Либо это у нас контузия. Мы такие какие-то контуженные с вами, ребята. Так. Кто там бафает-то? А тот, кто бафает, его не видно. Да, он где-то там. Ладно, я поспешу использовать гранату. Хотя я знаю, что это будет кощунственно, но... Да пошли вы. Чем стрелять по 22%, ребята. Ха! Это... Вот. Вот, ребят, сейчас перед вами был как раз-таки... ...рандомный... ...проброс очков здоровья. Видите? Всего два с ней словно. Ну ничего, мы сейчас его прикончим. Я как знал. Я как знал. Критическое попадание. Похоже, оружие самоуничтожается, когда умирает его водитель. Да, 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 да. Я сейчас поближе подойду. Работают их устройства. 22 до... Вот какая разница, вы этого палите с нужда, или вы этого палите... Одинаковые вообще. Прям все равно промахиваемся, потому что мы контуженные, щенят. Так, давай, тогда вы этого стреляй. Молодца. Ладно, давайте. Подождем пока этот сектойдик, лунатик, скроется за... Да хоть попади один раз, покажи зрителям, сколько ты урона наносишь, что в этой модификации. Блин. Вот надоедливый же. Сейчас все по нему будут стрелять, 22% внимания, все будут промахиваться. Закон, блин, жанра. На, давай, давай. Да ладно, попал, да? То есть, тут увеличен шанс попадания. При 90% промахнуться практически нереально. И дальше практически тоже нельзя промахнуться. Смешно. Так, давай-ка ты будешь скрываться вот за этой вот фигней. Ты покажешь, если в тебя попадут, ты покажешь. Вот тут особенно интересно, что не влияет дальность. Влияет меткость, укрытие и контузия. Ну да ладно. Вот тут и показал свой мастер-класс, чувак. Теперь ты. Ну ты иди сюда, отсюда будешь парить. Все стреляли и все промахнулись. Молодца просто. Давай, попади в кого-нибудь, покажи, какой урон будет. Да, и поближе вставай. Молодца, давай. Блин. Может быть на легком уровне сложности. Так тоже, как и всегда, да? Вот давай, давай, иди сюда. Смотрим. И покажи, покажи. Допрыгал. Вы молодцы, штурм один. В лаборатории все готово. Ждем вашего сигнала. Только покажи. Ладно. Я чувствую, что в этом случае на легком уровне сложности иноплантияне не попадают. Поэтому давайте переключим на обычный. Это как-то вот так вот получается странно. Прекрасная работа. Такой успех отлично поднимаетесь. Вот почему новичок? Он никого не убил, да? Ладно, это штурмомик тяжелый пехот снайпера. Должен был быть поддержка. Снайперы работают на огромных дистанциях и могут наносить очень серьезный урон. Вот только в ближнем бою без тренировок, а не без помощи. Специалист по тяжелому вооружению очень... Так, а теперь внимание. Вы хотите сберечь солдат. Но используя против пришельцев взрывчатку, вы упускаете возможность найти ценные технологии. А теперь внимание, дамы и господа. 36 дней производства технологий. Командиру Экском просьба прибыть в центр управления. Да, это... Командиру в центр управления. Это называется марафон. То есть увеличено в два раза время и в два раза увеличено время создания ксенобиологии и прочее. Причем даже не в два раза, судя по количеству дней, он будет изучаться месяц. Месяц будет изучаться! То есть, всего игра длится не 12 месяцев, как мне кажется. Она во много раз увеличилась. Может быть, два года длится, то есть 24 месяца. Тогда да, логично, такие вот числа здоровые. И мы будем изучать фрагмент оружия. Почему? Потому что нахрена нам изучать трупы пришельцев 36 дней? Мы же с вами знаем, что через 36 дней ксенобиологии и материал пришельцев уже не столько дней будут изучаться, а меньше. Поэтому оружие важнее сейчас. И давайте изменим сложность на обычную. Изменить сложность. Вот у нас теперь обычная сложность. Инженерный отдел. Оружие. Спутник. Спутник. Спутников давайте закажем с вами еще. А, еще один спутник. Нужно скорее построить дополнительные модули, чтобы можно было запускать новые спутники. Один медпакет. Все. Можно не волноваться. 36 дней будет, только оружие это делаться. Просьба прибыть в центр управления. Да, хорошо. Просьба прибыть в центр управления. Можно не волноваться. Потому что, знаете, пока у нас будет фрагмент оружия делаться, нам уже деньги из совета придут. Так что, можно потратиться на медпакет и забыть об этом вообще. И вообще ни на что не тратиться, а просто зарабатывать деньги на миссии. Таким образом, в марафоне у нас будет возможность, изучая долго фрагменты оружия, больше взять материалов, сплавов, сбить летающих тарелок. Ну, вы поняли меня. Начинаем. Да я понял, но только некому его пока давать, поэтому... Дальше ждем. Мы получили сразу несколько вызовов. Места, где появились пришельцы, отмеченные на губе. Ну вот, 4 инженера, 154 доллара, либо 5 ученых. Что вам важнее? Паника одинаковая, сложность самая низкая везде и... Мы хотели пасти Африку, поэтому, поскольку мы туда будем отправлять спутники, нам важнее не инженера, не деньги, которые нам все равно придут... Как бы здесь, здесь уже, здесь деньги будут приходить ровно тогда, когда сообщение совета. А науку у нас изучится после сообщения совета, на 6 дней позже. Поэтому деньги нам... Ну, сейчас как-то вообще никак. Инженеры? Ну, зачем нам инженеры? Мы даже ничего не делаем, ребят. Мы только сейчас изучаем, поэтому нам нужны ученые. Великобритания. Так, у нас тут рядовые и рядовой Мюррей. И мне кажется, или он на Живанецкого тоже похож. Просто, понимаете, тут какая-то мания у людей, быть похожими на Живанецк, потому что, я помню, играл вот в Уфо Балансы, и там точно такой же он, только у него бородка была. Такая вот козлиная. Ребят, ну это что такое? Фанаты этих. Так, значит, снайпер тяжелый штурм... А вот ты, значит, возьмешь аптечку, да, изменить. Да нет, какой тебе изменить. Измени сам себе, чувак. Так. Давайте... Назовем его... Так. Его мы назовем... После миссии. А вот это можно сразу назвать... Новое лицо. Так. Начнем упираться. Придется поработать в Британии. Да. Давайте работать. О-о-о-о, нет, эта карта мне не нравится. Я помню, как здесь меня мутоны сделали. Не надо мне этого снова. Так, ну, здесь-то будут не мутоны. В этот раз пока что будут не мутоны. Вот теперь начинается тактика. Значит, ты, гранатометчик, садишься сюда. Тут очень все хорошо видно. Это у нас кто? Штурмовик? Это... Это... Это медик. А ты у нас... Снайпер. Снайпер, снайпер, снайпер. Господи, куда же его посадить? Давай садись сюда. Садись в глухую оборону. Ты... Боеготовность. Медик садится рядом со снайпером. Тоже боеготовность. И... Наш Холмс. Давайте... Куда он может добежать? Он может добежать сюда. И тут застыть. Давайте. Стрельба набегу. Мы идем по следу. И беги сюда. Враг обнаружен. Опа! Вскрыли, вскрыли, вскрыли. И причем сразу с фланга? Нет, уже не с фланга. Эээ, ну че вы такие? Вы че? Контуженные? Да, они контуженные. Кстати, тут дистанция действует почему-то. Ладно, давай. Сдробаша его. Ой, сдробаша. Блин, я дурак. Надо было ему автомат дать. Черт. Ладно. Дадим в следующий. Миссия. Давай, вскрывай его. Класс. Классно. Так, снайпер. Боеготовность. Новичок Керриган. Давай, беги сюда. Опа, опа, опа. На крыше? Да вы, ребята, вообще. Обезьяны. Они двигаются. Че я сказал-то? Эээ, нет. Нет. Увы. Ты идешь сюда. так ты беги сюда о да вот давай вы готовность выследишь их так ты два хода пока ждешь но беги сюда и ты тут да и тут стой пробахал молодца вали вам покажи нам о на двоечку новое лицо паникует и ушло в глубокую оборону так кстати знаете что тут есть такой финт это тут могут люди бросать гранаты задом я вам покажусь такое будет но это блин просто эпично и даже одного парня назвал бросает гранаты задом так и назвал его так ты с фланга будешь если я сюда зайду никого не хочется как-то этим жертвовать так чувак давай ты перебирайся кто то что снайперу нужно открыть возможность стрелять о иди-ка ты сюда о отлично так и думал что будет то что надо сейчас на попадание никакой блин а а могли бы сейчас знаете вынести его вообще если бы вынести сразу два их и миссия бы закончил знаете почему потому что тут 4 4 парня лан тут наверное их 6 не 4 новое лицо у нас паникует чем дело чуваки 6 по 6 процентов меткости ахренеть суши ставлю глубокую оборону знаешь что он тебе еще сделано иди сюда иди ты сюда опа давай ну конечно из дробовика 41 процент на таком расстоянии все связь прервалась надо было автомат дать точно вот сейчас бы выиграли вас вас двоих а ну ты молодец чувак давай дальше бафы а ты стреляй давай в кого стрелять о придумал в кого в этого давай молодец экскаватор я тебя люблю конечно не так сильно как своих солдат но тебя тоже люблю прекрасных вращал люблю тебя я убью тебя x квот мой и давайте зайдем с фланга о боже мой будет круто защебись просто вали его охуенно ладно так да ты можешь добежать можешь ой я поставлю все на это потому что он дробаша давайте давайте сюда прибежим довольны прибежим к нему и вынесем вон отменно задание вы до их 4 их 4 понимаете их 4 в самом самом начале игры их 4 они 6 помните в первых миссиях и вроде было 6 в самом начале всегда по шестеро их было здесь четверо это обычный уровень сложности конечно если кто-то из вас играл в этот мод то можете посоветовать какую сложность действительно лучше включить чтобы было как вот в нашей игре и так эпичное лицо получает ранг поддержка и ранения на 51 день ребят 51 день это и вид это винт да до связи командир вот оперативный штаб каждый член совета хочет чтобы его страну прикрывали запуск спутник смотрите куда мы спускаем спутник помните сюда запускаем спутник да и еще два спутника мы запустим сюда и стоп нет чё делаю подождите блин стоп это африка да все включено альтернативный альтернативный подождите альтернативные методы так уникальные знания до битва будущего за контакт только я сомневаюсь что он имеет хоть какое-то отношение канала битва блин да это африка а битва будущего альтернативный что я запутался если смотрите я могу сразу завоевать аргентину и бразилию двумя спутниками альтернативные методы я получу но я не помню что это такое мне придется начать новую игру для этого дать на начало сохранюсь так что ж у нас сколько там 52 дня у короче несколько месяцев будет ранение у нашего главного героя новое лицо и давайте по окончанию миссии выдадим им какие-нибудь клички но я это сделаю следующей серии пожалуй пока что они не очень себя показывают ага но я вспомнил одну вещь спасибо моему мозгу оснащение бери автомат и вали мы сделаем дух штурмовиков у нас будет отряд стоп мне кажется ли он тоже похож ладно мы сделаем 2 штурмовиков один будет ходить у нас с инопланетным дробовиком другой с плазменным плазмером плазмером и как он там называется плазмер короче да вот дальше тяжелая пехота снайпер и две поддержки такая у нас будет команда в будущем две поддержки будут разные то есть идти будут по-разному нет две поддержки одинаковые но у нас будет вторая команда ну в общем вы увидите чем так сейчас объясняю просто спутник не успел выйти на орбиту как нас уже атакуют пришельцы и мы высылаем перехватчик любой давайте заставочку пропустим так все-таки в германии гульника сражаться с ними начинается адские адские взрывы и мы сбили ок рада круто 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 так давай тогда сохранимся что шим сбитый корабль пришельцев высылаем рейнджер рядовой холмс марена новая медина медина этому же понятно ладно давайте вот тяжелому пехотинцу оснащение изменить нет извинить таким голосом чуть не сказал не дизайн брони давайте мы изменим полз вот так люди с такими волосами кидать гранаты задом наперед это уже как бы не обсуждается то мы думаю что он будет кидать гранаты наперед начинаем операцию очистим эту летающую тарелку от заразы списку германия к бою готов все 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 говорит рейнджер мы к северу от места крушения штурм-1 к бою готов славис понял рейнджер мы присмотрим за вами штурм-1 можете начинать атаку корабля снайпер идет сюда рывком рядовой холмс сначала ты новичок который не который не надеюсь не отправиться в больницу идет сюда рядовой холмс ну ты штурмовик ты идешь сюда и ты ничего не вскрываешь бесполезно применять покрытую способность твою набег я даже не знаю где они новичок как всегда разведывает в том штурмовик включает свою способность и валит их все предельно просто и снайперу бы подняться на что-нибудь повыше чтобы он все простреливал так керриган беги сюда холмс шерлок иди сюда ждем опять не помню где они должны ага вон они что за шум ладно давай тогда ты сюда прикрываешь марина ты у нас снайпер беги сюда и прикрывай всех с высоты керриган бежит сюда и марина я не знаю где они точно поэтому я бегу сюда о чё это я ого реактивно но бесполезно да я знаю где вы ребят но честно говоря я боюсь еще вскрыть однако давайте новичка пошлем новичок очень любит засады он их просто обожает поэтому он бежит сюда и да да он видит но стрелять и он не будет боеготовность так давай-ка ты встанешь сюда керриган ты встанешь сюда попробуй поразить его чем бог не шутит молоко я почти уверен что их здесь мало поэтому беги сюда нет оно из воды состоит целиком ты же понимаешь и у нас такая вот невинная просто меткость ну давай на полность дробовика он лучше стрелял мне кажется да да и по-моему из дробовика не лучше получалось было ну плюс 1 а бафы бафы его сейчас тебя снайпер приконченную включим ходу хотя по-моему мне кажется или у снайпера должна быть больше меткость а у нас же рандомные характеристики бойцов прикольно он попал в этого но мимо в первых скотин бы такой не прокатило есть попали в человека он был умер по нашему сектору ведут плотный огонь опа могу попасть поэтому но нет не могу попасть поэтому он мне кажется он снайпер ли кто давайте посмотрим на эти метки 46 46 меткость следующий боец какая меткость 42 следующий боец какая меткость 44 следующий боец какая меткость 46 воля 30 защита 40 защита у него 20 заметьте воля 34 46 защита меньше у этого защита 20 у этого защита 20 у этого защита 40 элита чё сказать так мы его и назовем я думаю элита потому что не здоровье единственного у кого дофиг дофигища ты не можешь подойти ближе он просто не может подойти ближе ну тогда убиваю вот этого опа снайперы видели из каких привилегий раз так сделал но 9 процентов это вообще нибудь так дарка сделаем мы так ты встаешь сюда вот так так а ты у нас ты у нас бежишь сюда и и а еще двое но это нормально так северим классно вот оно ребят вот оно вы видели теперь да вот этот пример как тут раскидан рэндом могут попасть жестоко могут попасть довольно таким слабо что ж и тут конечно же такую громадный просто шанс не попасть и громадный шанс попасть давайте посмотрим как на них действует гранатомет я конечно ни в коем случае не буду этим бой пользоваться быстро но давайте посмотрим не конец миссии ладно ну я знаю где там еще один есть их штамм двое выбежало инопланет и ну инопланетных тварей так что что тут говорить рендим блин ладно все подходим последний остался и сразу сразу же смотрите он остался без укрытия да блин повезло да блин повезло да блин повезло фига себе сколько процентов меткость блин 40 нет я собираюсь увеличить этот процент уж меня извините 48 класс ты блин чувак вот тебя учили сражаться каким образом нам нужен дополнительный штурмовик так как этот ушел на показушность силы пришельцев офигенный афи из-за чего у него смотрите меткость 66 процентов ха 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 до встречи в аду и снова удача я не понимаю как тут рэндом работает все пять пять человек было пять человек это вам не шесть пять человек и все сейчас секунду отлично все у нас два новых звания капрал наш элита помер и карлос медина новый который звание получила stop тяжелая пехота у нас пойдет по пути по одному пути у нас пойдет если перейдите выстрел то не выстрел то ход не заканчивается да пойдет по этому пути он же пойдет по пути им вот поэтому не по снайперу ближе не по снайперу на все руки а просто снайперу и все продолжить Навигационный компьютер мы получили А блок питания поврежденный То есть мы не можем изучить блок питания пока что Но еще не вечер Или еще не месяц, как говорится Поэтому Так Карлос Медина Видимо Хидео Вантанаде Пойдет следующим У нас тут нет русского, поэтому Зато рядовое эпичное лицо До сих пор жив И лечится 47 дней Ну а я с вами прощаюсь Это была первая серия мода Надеюсь вам понравилось Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь И Смотрите другие серии XCOM Всем спасибо за внимание, с вами был Денокс Пока и удачи